Спасибо, что нашли время для этого разговора. Сегодня мы находимся в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, и в этой дискуссии участвует Дана Биркова, директор театра, Артур Сдейтис, драматурка и лидер художественной коллегии театра, и Иван Стрельцов, актер театра. Спасибо, что нашли время. Мой первый вопрос о том, как прошел последний год в театре, и вы заявляли о себе громко не только спектаклями, премьерами, но в целом в последнее время театр позиционирует себя как такая открытая площадка для дискуссий, в том числе для сложных вопросов, на которые не всегда приятно отвечать, но которые иногда и неприятно задавать. Дана, я хотела начать с вас. Какие вопросы, на ваш взгляд, важно задавать именно сейчас со сцены театра? О чем вам кажется важно говорить сегодня? Так как одна из наших целей сегодня, к сожалению, театр теперь занимается не только созданием спектаклей, и не только говорит с людьми о доброте, о любви, о человеческих ценностях, но мы вынуждены в сегодняшнее непростое время говорить с людьми также на политические темы, политические темы, на социальные темы, в открытую. И это одна из миссий нашего театра сегодня, говорить о сплоченности латвийского общества, потому что в нашем обществе из-за войны случился еще больший разлад, чем был когда-то. Когда-то я это чувствовала, не чувствовала, когда-то было только на словах для меня. Сейчас, когда Анна, которая 38 лет, живет, родилась, воспитывалась и работает в Латвии, я это чувствую на себе, что этот разлад существует. И поэтому одна из миссий нашего театра сегодня, как вы правильно заметили, со сцены говорить также и прямым текстом, призывать людей к пониманию того, одних людей призывать к пониманию того, что русский язык, русская культура, русскоговорящий человек не имеет никакого отношения к политическим решениям и действиям Российской Федерации, что русская культура, русский язык, русский человек, который адекватен в своем восприятии к миру, который выступает за добро, за мир, за любовь, за сохранение жизни на земле, то этот человек всегда будет призывать к миру и к добру и всегда будет выступать против войны. Такова является также позиция нашего театра. Вот, Артур, вы как драматург, когда мы понимаем, что театр, и то, о чем Дана говорит, не может существовать вне контекста. И вот о чем вам, как драматург, важно сказать о сцене театра? Я всегда воспринимал театр как некую... Ну вот, например, есть медики. Их задача обнаружить в организме болезнь. Так вот, театр в этом смысле тоже очень часто перехватывает темы, которые обсуждают в обществе. В этих темах есть конфликт. И сейчас проблема, о которой говорит Дана, сейчас это конфликт на национальной почве и вопрос о русской культуре в целом. Этот вопрос очень мощный сейчас, он преобладает над всем. В целом, в обществе сейчас есть много разных конфликтов и болезненных вопросов, но среди них есть один настолько мощный, и приходится об этом говорить. Об этом надо говорить. И важно, что у театра Чехова есть ясная позиция. Эту позицию нужно высказывать. Если брать даже самый старый театр на земле, комедия «Дель арта», изначально актеры с разных площадей, разных городов говорили о самых последних событиях, о новостях, которые происходят в государстве или в городе. Искусство – это всегда будет отражение того, что происходит вокруг, и в том числе политики. И тем людям, которые говорят о том, что я прихожу в театр для того, чтобы развлечься, отдохнуть, и мне хватает политики в последневной жизни и так далее, я как бы насыщен этим, можно ответить следующим образом. Если бы люди в равной степени интересовались политикой и делали какие-то, возможно, движения для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы быть образованным в этой сфере, то не случалось бы таких в истории примеров, как тот же Гитлер, тот же Путин, Лукашенко, Муссолини и так далее. Поэтому я думаю, что театр, он именно этим и должен заниматься. Он не только должен говорить о красивом, о любви, о каких-то, ну не знаю, достоинствах человеческих. А вот говоря, например, о конфликте в латвийском обществе, расколе то, о чем говорила Дана и Артурс, это тема, которая сейчас, ну они не просто витают в воздухе, это тема, которая появляется каждый день. Вот как вы это видите? Потому что, с одной стороны, у вас может быть такой немного сторонний взгляд, а с другой стороны, вы находитесь сейчас здесь изнутри. Вот как вы это чувствуете? Изначально, когда я приехал из Беларуси, я впрямую говорю об этом, говорил не раз, что я бежал от режима, потому что мне надоело жить в этих оковах, мне надоело жить в том, что если ты скажешь какое-то свое мнение по поводу политики или президента, тебя могут, ну, арестовать. И так было всегда. Я приехал сюда, потому что я знал, что здесь свободно говорят в театре, со сцен, с подмостков театра, о тех вещах, которые волнуют, то есть как бы даже о политических. Потому что даже я смотря спектакль, один из самых первых спектаклей, который я увидел не в нашем театре, это были гастроли, из Даугольфа приезжал театр, и они играли «Король голый». И там прям вот актеры стояли и говорили на какие-то последние политические проблемы. И я так удивился этому, я думал, блин, чтобы такое в Минске произошло, да никогда. А по поводу говоря Латвии, я себя чувствовал здесь замечательно, то есть у меня не было никаких проблем, у меня не было никаких проблем с изъяснением себя, потому что я мог говорить на русском, я мог говорить на английском, если люди не понимали, и не было никакого давления, то есть все было хорошо. Но война многое изменила, это действительно, это правда, потому что общество, оно раскололось. Есть эти два лагеря, которые за и против, но я честно, я не понимаю, как в этой ситуации можно видеть или быть на стороне черного, а не на стороне белого, ну как бы добра. Как при этом всей свободе, как можно было занимать позицию агрессора и оправдывать его? Вот этого мнения, я вот этого не понимал и до сих пор не понимаю. Реакцию в обществе вызывают ведь не только спектакли, которые говорят о событиях сегодняшнего дня. Вот я хотела поговорить про спектакль в бальных туфлях по сибирским снегам. Это яркий пример, да, как раз вы драматург этого спектакля, а вы играете в этом спектакле, да. Эта тема вызвала, уже еще до премьеры, сам выбор темы уже вызвал достаточно большую реакцию в латвийском обществе. О чем вы это говорите? Я, наверное, начнула с вас, Артур. Получается, что, если коротко, да, это тема советских репрессий, депортаций. И получается, что эти болезненные вопросы истории, происходящие 50-70 лет назад до сих пор, не переварены, мы не можем никак перешагнуть как общество через это. Почему это вызывает, на ваш взгляд, такую реакцию? Причина такой реакции в том, что этот спектакль создавался именно сейчас. Если бы пьесу готовили до начала войны в Украине, было бы иначе. В этом случае русские сейчас сталкиваются с таким отношением. Ну, я имею в виду русские в Латвии. Я не знаю, Дана, поправь меня, если это не так. Ты больше знаешь, русские сталкиваются с тем, что им и так приходится чувствовать вину. И пусть ты лоялен, например, не поддерживаешь Путина и агрессию России в Украине, но все равно человеку говорят, вот ты русский, ты тоже должен чувствовать вину за это. Почему ты ничего не делаешь? Почему ты не протестуешь каждый день? И в тот момент, когда мы создавали этот спектакль, мне кажется, у всех было ощущение, ну вот, что сейчас еще скажут. Мы и раньше были воплощением сатаны, и еще, и еще. И когда мы начали работу над спектаклем, работая с актерами, тоже было ощущение, они думали, вот, будем рассказывать о том, какие русские плохие. Но когда прочитали пьесу, поняли, что это рассказ не об этом. Мне, как драматургу, важно понять, что дело не в национальности. Так сложилось, что одни люди причиняли зло другим. То есть дело же не в самом даже спектакле, а в теме, которое вы имеете. А у людей уже есть мнение о спектакле, о том, какой он есть, о чем там говорится, кто там играет, что режиссер хочет этим сказать и так далее. Столько напридуманных историй в своей голове, которые человек сам нафантазирует, сформулирует, в это поверит, успеет обидеться, успеет проклянуть всех вокруг, зарядить этим негативом окружающих, и понеслась. И это большая проблема нашего современного общества, которая очень усугубляет ситуацию в сегодняшние дни, это военная. Этим спектаклем наш театр пытался задать вопрос, есть история, есть интерпретация истории, есть версия политиков, а есть версия реальных людей, нас с вами, русских, латышей, белорусов, украинцев, немцев, англичанин. И в этой истории отражена судьба одной конкретной семьи документальная, правдивая, в которой есть место быть и русскоязычным людям, которые помогали этой латышской семье, которая была выслана в Сибирь. И история других русскоязычных людей, русских, интеллигентов, художников, простых людей. И эта история об этом, о человечности. Это такая тема, которую, может быть, не ждешь от русского театра, да? И это тоже, наверное, было... Я хочу интересную историю рассказать вот в рамках репетиции Сибири. Одна из актрис с режиссером вступила в такую дискуссию перед... Она попала в спектакль, и она вступила в дискуссию перед началом репетиции. Зачем мы это ставим? У нее внутри вот была вот эта вот стена стереотипа, что это больная тема, зачем ее скрывать? Не хотим об этом говорить, зачем это нужно? И в этом человеке в процессе репетиции очень много что поменялось. Она поменяла на глазах свое восприятие к этой теме, к тому, что об этом нужно говорить, и о том, как об этом нужно говорить. И уже к премьере актриса в процессе... Ну, это все наблюдалось со стороны, Ваня был внутри в процессе, но со стороны это было очень все. Видно, как также работа над спектаклями меняет не только зрителей, ну, наша цель, да, говорить зрителями, но и также в наших актерах происходят своеобразные процессы. На это ведь наверняка влияет сейчас и состав актеров. Я понимаю, что сейчас здесь в театре работают и местные актеры, и те, кто приехал, и это актеры из России, и которые сейчас не могут там работать и жить. И, да, как Ваня из Беларуси, из Украины, я знаю, что у вас есть тоже актер. То есть такое получается, да, как... Да, да, за кадром, Иван сказал, Вавилон. Да, такая атмосфера. Как это влияет, кстати, вот на атмосферу в театре? Ну, если меня спрашивают, только позитивно. Я просто хочу сказать, на мой взгляд, это очень важно, потому что задача театра — говорить о людях. И чем многонациональнее труппа, тем больше разных точек зрения. Мы иногда с Даной говорим о том, что у латышей некая своя эстетика, свое ощущение, как должно быть. И оно может отличаться. Вот ты говоришь русским «надо все ярче, чтобы больше цветов». Как Дана говорит, вы латыши со своим серым все время. Конечно, нам нравится все серое. Но вот это взаимодействие все время создает нечто. И это всегда интереснее, чем создавать что-то уже по заранее известному плану. Я хочу еще сказать, что я впервые в своей жизни видел, как театр способен повлиять, изменить людей. Ну, получается, да, такое это общение, и оно не только транслируется на, как вы сказали, Дана, но еще и происходит трансформация определенная внутри. Это ведь тоже важно. Театр не может существовать просто как монолит такой. Если мы говорим о приобретениях нашей труппы новыми артистами из других стран, то, на мой взгляд, это большая удача, хоть она сопутствует с большой трагедией в мире, но творчески наша труппа обогатилась очень хорошими артистами. И для меня показатель, что это в первую очередь личности. Потому что именно сильные личности могут позволить себе высказать свое мнение о происходящем, найти в себе смелость и силы бросить все, что у них есть в той стране, и финансовый достаток, и карьера, и друзья, и другие благополучия, и уехать. Уехать неизвестно куда, и свою мысль транслировать через творчество в неродном себе месте. Важно сказать, что те люди, которые приехали сюда, заплатили высокую цену. Кажется, ну да, они приехали и сейчас чувствуют себя здесь в безопасности. Недавно было интервью одного из актеров в латвийской прессе. Он рассказал о том, что не поддерживает Путина. Какой кошмар начался. Люди начали писать ему в соцсетях. Предатель. И все в таком духе. Это одно. А второе, у него родители до сих пор живут в России. С ними началось то же самое. Начали писать. И я подумал, что это за террор? У вас, это может быть, тоже в Беларуси остались родные и близкие. Сталкиваетесь ли вы с такой проблемой? Вы же наверняка, вы же не можете поехать домой. Нет. Я уже как-то три года не могу вернуться домой, потому что, я думаю, лет 15 мне светит. Семья у меня осталась. Да, у меня мама довольно-таки знаменитая певица в Беларуси. Она в черном списке. Ей сейчас запрещают уже в течение почти четырех лет, точнее трех, работать по профессии. По поводу наших актеров, которые приехали, возможно, это лично, возможно, нельзя об этом говорить. Но от одного из актеров отказались родители после интервью. Я хотела спросить у вас, Артурс, а как латышская часть общества сегодня смотрит на русскую культуру? Ведь дискуссии есть, да, и звучат они достаточно громко о том, что, может быть, надо вообще отказаться от русской культуры. Вот эти вопросы лояльности местных русских. Как вы это видите? Конечно, есть радикально настроенные люди, и это, на мой взгляд, важно, что у театра Чехова абсолютно четкая позиция. Своими спектаклями и позицией актеров, о чем они говорят в интервью, в этом смысле театр делает все, что может. В каком-то смысле мы, как художники, тоже боремся за то, чтобы остановить зло. Мне, как латышу, очень важно, чтобы позиция была сформулирована. На мой взгляд, любой русский человек, который не поддерживает войну и который не находится в России, должен громко заявить о своей позиции. Если ты не поддерживаешь, скажи об этом. В целом, например, вот да, на вас это не задевает, потому что, казалось бы, театр четко и громко высказал свою позицию. Да, и продолжает. Ну, может быть, ну, все, хватит спрашивать, задавать вопросы лояльности. Русский театр сегодня существует в Латвии в первую очередь благодаря нашей позиции. Благодаря тому, что мы громко заявляем о своей позиции. Это позволяет нам на территории Латвии создавать спектакли и говорить не только о политических темах, но и о других тоже. Немножко давать воздух людям поговорить о красивом, воздушном, о любви. Вот сегодня премьера новогоднего концерта. То есть все это возможно только потому, что мы активны и открыты в своей позиции. Потому что если был бы другой сценарий, я готова поспорить, что мы бы давно были бы закрыты. Но, Дана, я хочу сказать тебе вопрос, ведь вообще не в этом. Такая позиция у театра или другая? Когда у человека есть мнение, он не может никуда от него убежать. Вопрос в другом. Нет, вопрос как раз в том, не надоело ли об этом говорить. Нет. Знаете, есть эта фраза, да? Ну, это клише, конечно, но там доказывают, что ты не верблюд. Я и про вот это имею в виду. Но проблема в том, что сегодня благодаря социальным сетям и некоторым маргинальным личностям можно раздуть скандал национального масштаба. Это абсурд. Сейчас ситуация такая. Всегда найдутся пять человек, которые будут говорить. А докажите, что это ваша позиция, что вы по-прежнему не поддерживаете Путина. Таким людям можно ответить. Приходите на наши спектакли. Это, наверное, вопрос и некой такой коллективной ответственности. Вот, да, мы сегодня это не раз обсуждали. Кто-то уверен, что нет. Каждый отвечает за себя. И, условно говоря, местные русские не имеют никакого отношения к России и не должны отвечать за то, что делают власти Кремля. Вот вам какая позиция ближе? За коллективную ответственность или против нее? Когда началась война, в четыре, там, в пять утра я, когда начал смотреть все эти новости, первое мое желание было никогда больше в жизни не говорить на русском языке. Вот честно. Просто отказаться. Потому что мне было стыдно, противно, отвратительно себя чувствуя, даже мысли на этом языке. Я понимал своих одногруппников, которые эмигрировали, эмигрировали, которых, ладно, выгнали в Польшу, которые начали говорить только на белорусском языке. Сейчас уже в последствии на польском. Но когда у меня вот эта агония прошла, я понял, что если я говорю на том же языке, что и агрессор, это же не значит, что я разделяю его позицию. И я так же мыслю. Я как раз таки могу и должен использовать этот язык для блага. Для того, чтобы что-то действительно поменять. И если сейчас у вас такая многонациональная труппа, не было ли мыслей отказаться от слова «русский» в названии? Это один из популярных вопросов. Я считаю, что абсолютно нет. Мы не должны этого делать. Потому что слово «русский» дает дефиницию того, кто мы. Мы, театр, который работает на русском языке, представляет русскую культуру в Латвии. Война закончится. Она когда-то закончится. Ей должен прийти конец. И русский театр должен остаться в Латвии. Это старейший русский театр за пределами России и старейший театр в Латвии как таковой. Это историческая ценность. Это театр, который переживал войны, который переживал разные репрессии, который переживал красивые золотые времена. В этом театре работали исключительно мировые личности. Это памятник истории, культуры, культурной истории. Не только Латвии, но и мира. Поэтому слово «русский» присутствовало в названии «всегда». Век плюс еще 40 лет. И должен присутствовать энное количество веков. И, надеюсь, театр будет существовать. И когда пройдет много десятилетий или сто лет, тогда, быть может, люди, которые будут вспоминать историю и проживать виток сегодняшнего дня, нас с вами будут вспоминать, что были трудные времена вот и в 2020 таких-то годах. Но театр сумел это пережить, воспитал новое поколение и растет дальше в своем культурном пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова